Друзья, всем привет! Вы на канале Жизнь за границей. Сегодня опять я снимаю вас, потому что мы со Славой опять на работе и Слава занят. Пойдемте мы опять на вилле и показываем клиентам обзор. Вот такая вот вилла. Клиенты со Славой наверху. Ну, сейчас поднимемся к ним тоже. Что, посмотрели уже, да? Да, вот есть нижний уровень. Вот где вот здесь можно заезжать, а с другой стороны, здесь, то есть, вы видите, да, такой не очень доступный заезд, там более такой реальный подъезд, здесь можно, да, в конец. Отдельно, не заходя через кухню, скину можно подать. А там куда-нибудь, да? Да, тоже самое, только на уровень. Там вот это вот сегодня вилла, да, у тебя? Нет, она закрывает. Да, 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 да. Комилла, скажи, пожалуйста, какого плана виллу вы сейчас ищете? Какие у тебя критерии поиска? Обязательно, чтобы была ванна, уже сейчас, вот, проживя здесь, мне не хватает ванны очень сильно, хотелось бы, чтобы была ванна, обязательно, чтобы было светлое вилла, светлое вилла, светлое вилла, потому что вы тоже, да, снимаете все время какой-то контент для работы, да, или просто для восприятия реальности? Да, вот, нет, она, очень важно, чтобы было светлое, чтобы тут было либо под эко что-то сделано, плюс нам обязательно, чтобы у нас у каждого была отдельная спальня, шкафы, чтобы были шкафы в спальне, это тоже обязательно, но мне нравится, не шмак. Слушай, ну, а какие-то предыдущие ты смотрела, и, ну, почему ты отклонила их? С детьми, да, неудобно, много лестниц бывает, либо какие-то винтажные повороты, бывает... Либо перил нету, да, вот как на той вилле, где мы снимали, я когда увидела эту лестницу, я просто в шоке была, мне даже самой стало страшно по ней подниматься, помнишь, перил-то нет, да. Я поняла, но это очень опасно, плюс еще бывает какой-то специфичный запах в виллах тоже, я не знаю, чего это идет, но у вас всегда хорошая, просто хорошая реакция, поэтому к вам мы обращаемся. Спасибо. Еще что-то хотела спросить, а, вообще, какие ты можешь выделить критерии, которые, ну, важны для поиска? Да, для тебя, как для мамы и для человека. Если на долгий срок, то я смотрю первое по кухне, я смотрю какая-то электрика. Ну, в виллах обычно классная, да, кухня, здесь вот тоже вроде неплохая, или нет, как ты считаешь? Смотрю, если мойка, ну, то есть, допустим, хотя я мойка, хотела, да, мойка редко пользуюсь, но все равно, кушать хочешь? Хочешь? Я тебя понимаю, я уже тоже кушать хочу. То есть, высокие потолки, ну, то есть, это уровень комфорта, супруг любит вид, чтобы обязательно любит вид, если нет вида, у меня бассейн не принципиально, для него принципиально бассейн, чтобы бассейн тоже. Ну, да. Ладно, круто, спасибо. Ребята, сегодня мы показываем виллу нашим клиентам. У нас опять просмотр этого замечательного комплекса. Мы уже буквально недавно подписали контракт годовой с британцами. Заселили, они будут заезжать на эту, именно на эту виллу, где мы сейчас смотрим, 3 августа, на годовой контракт. Вот. Смотрите, какая красота. Видно район Плайлаем. Ват Плайлаем, храмовый комплекс. Биг Будду здесь, нет, не очень сильно видно, но, в принципе, вот. На джунгли, на горы. Такая вот здесь красота. Ну и, собственно, сейчас показ в самом разгаре. Да, Маш? Сейчас за Кристиной пойдем? Угу. В 3 часа забираем Кристину. И поедем, наверное, на Чавенг записывать наш любимый уличный рынок. Приехали уже на Ломай за Кристиной. Время без 15.03. Еще рановато. В 3 часа забираем Кристину с лагеря. И потом уже поедем на Чавенг. Надеюсь, там будет открытая ярмарка и мы поснимаем на наш второй канал. Сейчас решили зайти... Будем заходить в отель? Ну давай зайдем. Отель называется Pearl of Samui Resort. Какой-то новенький отель выстроился. Не знаю, можно тут... Нет, тут вроде никого нету. Да, никого нет. Вот, посмотрите, ребят, смотрите, да. Пока, конечно, он только-только вот недавно открылся. Новенький. Ну да, я проходил по пляжу, но он был закрыт. Хасиэнда. А, это название бунгало. Вот, видимо, там где-то живет. Ну это апарты какие-то небольшие. Да, такая кухня прям. Ну это, наверное, просто как персонал. Для персонала. Маленькие, малюсенькие бунгало. А вон даже, давай посмотрим, вот как они выглядят. Можно даже здесь посмотреть. Вот, посмотрите. Просто комнатка. Сколько тут? 5 квадратных метров, наверное, 6. А вот, шкаф бетонный и все, ребят. Ну это очень мало. И туалет, даже не знаю. А, да, есть туалет. И в принципе все. Туалет через дорогу. Туалет через дорогу. Нет, туалет в море. А, такая качелька. Мне понравилась, смотри, здесь качелька. Вот, когда приходишь. Качелька, да. Качелька заманивает со стороны дороги, если смотреть, да. То качелька заманивает. Вот здесь вот. На первый взгляд классно. На сутки-то на Панраке останавливались. Какун. Там тоже, слушай, как бы, входная группа, кажется, намного обещающая, чем внутри. Обманчивый, да. А внутри тоже самое. Внешний вид обманчив. А, бассейн, да? Да, конечно, есть. Вот подобного плана. Такие вот бунгало небольшие. Просто нереально маленькие. Вот. А, видимо, ближе к пляжу уже, конечно, есть какие-то чуть-чуть побольше. Да, конечно, тут вообще непонятный пляж. Кухня. Да. Морского плана такая. Бассейн свеженький. Ну, все видно, что в таком тайском стиле. В новом, конечно, но в тайском. Не, ну море здесь. Да, я вот как-то здесь снимал такой вот этот полуостров, сделал обзор на это место. Но к этому отелю я не заходил, потому что здесь он был огорожен сеткой. Вот такая вот, ребят, красота. Сейчас мы сделаем. А зимой здесь же есть прыг. Да, да. Чуть-чуть не упало. Ой, блин, скат. Да, зимой здесь нормально. Пляж почище. Смотрите, какие черные птички. А, ну и любые. Получается, с этой стороны не купали, а с этой там нормально. Да, там нормально. А здесь для рыбаков пристань, или как это называется, причал. Пошли? Все, ребят, мы за Кристиной. В общем, друзья, отвез Машу с Кристиной домой. Сам приехал на ярмарку. Время 4.30 дня. После ярмарки, соответственно, поеду уже в спортзал. Кристина с Машей не захотели здесь оставаться. Сказали, что домой, домой, домой. Так что, пришлось ехать одному. Сегодня ярмарка открыта на парковке у Централ фестиваля. Пока они только-только раскладываются. Еще особо никого нет, практически никого нет. Такие дела, ребят, на данный момент. Потому что сегодня среда, побольше народу будет завтра. Завтра будет открыта ярмарка здесь, на парковке. И у озера, в том числе. То есть, двойная ярмарка. Волкин-стрит будет. Собственно, палатки с шашлычками, морепродукты. Тоже очень-очень вкусные сифуд. Осьминожки. Запеченные яйца. Гриль. Надо будет взять тоже. Какой-нибудь микс. Ну и таракашки. Таракашки, ребят, будете? Хотите? Хотите в обзор такие вот таракашки? Я что-то, конечно, все смотрю-смотрю на них. Но стремаюсь. Никак не могу никак попробовать. Страшно мне это все кажется. В общем, друзья, буду на этом закругляться. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить пальчик вверх. Также, если вы до сих пор еще не подписались на наш канал, подписывайтесь на наш канал «Жизнь за границей». И на второй канал «Уличная еда». Ссылочка также будет в описании под видео. На этом, ребят, всем пока-пока. Увидимся на Самуи.